28 мая прошли досрочные выборы депутата Джоргу Кенеша по Ленинскому одномандатному избирательному округу. По предварительным данным, в первую тройку лидеров вошли кандидаты Дамира Неазалиева, Улан Сариев и Эртай Искаков. За них проголосовало наибольшее количество избирателей. «Согласно закону, данные из урн автоматического подсчёта голосов были направлены на сервер ЦИК. Затем бюллетени были подсчитаны вручную на 51 избирательном участке. Их протоколы были переданы в окружающую избирательную комиссию. Через 14 календарных дней, а именно до 11 июня, ЦИК объявит официальные результаты». В период проведения выборов было зафиксировано пять правонарушений. Правоохранительные органы проводят проверку по всем фактам, в том числе по полученной анонимной информации. Уже были допрошены граждане на видео, которое опубликовал один из кандидатов, утверждая, что якобы один из его конкурентов подкупил голоса. Но в целом день голосования прошёл без происшествий. «В жилмассиве Агурго поступило сообщение 102, что в кафе Алтынай занимаются подкупом голосов избирателей. По данному факту был осуществлён выезд, была проведена проверка. При женщине обнаружили денежные средства в сумме 19 700 сомов». Данное происхождение денежных средств она поясняет тем, что она занимается реализацией мясной продукции и отдаёт соседям под реализацию. И получила за эти деньги. Опрошены соседи, а соседи подтвердили, что деньги передавались за счёт этих мяса». Юрист Тимур Арыков отмечает, что текущие предварительные итоги могут измениться за одно мгновение. В случае, если правоохранительными органами выяснится, что кто-то из вышеперечисленных кандидатов подкупил избирателей, то его кандидатуру аннулируют. «Если это подтвердится, возможно, это повлияет на общий итог. И, возможно, не первый получивший, или не второй, а может быть, третий кандидат, идущий по списку получивших наибольшее количество избирателей, тот и получит мандат». Отметим, что для голосования по Ленинскому избирательному округу были открыты 51 избирательный участок. Из почти 125 тысяч избирателей в голосование приняли участие 17 423 человека. 600 сотрудников милиции обеспечивали порядок в городе.